Ну, Коломна оказалась для нас негостеприимным городом, не очень хорошо нас встретили, на нас наорали, мы хотели купить гречишные блины, на нас тетка наорала, что вы читать не умеете, что-то такое, а потом нам продали какую-то тухлую лимонад, я даже не стала требовать денег обратно, я была настолько возмущена, он прям был забродивший, кислый, вот, ну и вообще не очень гостеприимные люди здесь, наорала на нас кондукторша, ну, что-то как-то, город красивый, но не гостеприимный, не очень понравилось мне здесь, поэтому мы провели два часа тут и поехали в Рязань. Ну, ничего, вроде симпотный поезд, компенсация за неустроенность в Коломне, фирменный поезд приличный, с сиденьями, места много, можно ноги вытянуть, и с розеткой даже, работающий. Поскольку в Коломне нас хотели отравить, мы устроили тут такой бардак в поезде, и я пью горячий чай, потому что после того лимонада, забродившего мне нехорошо, и сожрала киткат, очень есть хочется. Ну что, Рязань, надеюсь, ты нас более доброжелательно встретишь, чем Коломна и дружелюбно. Прям выход с вокзала без билетиков, можно просто пройти щелочку. Не знаю почему, странно, даже в Коломне, да, мы на такой, на полустаночке выходили, прикладывали, а тут... Нашли наш отель, вот он, но он на другой стороне, и мы не знаем, где к нему перейти. Там не было нигде перехода, а тут надо как-то обойти. Сейчас мы вот ищем вон там вот вход. Сейчас надо найти какой-то светофор и каким-то чудесным образом обойти эту шепонструкцию. Вот это кто, вот это? Какая-то животина какая-то, нет? Ну, типа хвостик и голова там. Ну да, я помню, я только... Пойдемте сюда. Да. Смотри. Вот, Амакс или Амакс, не знаю. На букинге я взяла большой номер, 35 метров. Да? Вот, на букинге стоит дороже. На, если на сайте отеля, он на 500 рублей дешевле. Так, где вход? Да, ну-ка. Ой, какой. Подержи дверь. Вот такой. С гостиной. И заходи, заходи. Спальня. Прикольно. Вид какой, смотри. Класс. Ух ты. Так. Оп. Ставили. Сейф. Ну, к туалет посмотрю. Смотрю. Сейчас я вижу. Угу. Прикольно. Могчин. Угу. Вот и я. Куча поводчинений. Ну, классно. Угу. Вот эти вот. Не люблю вот эту. Вот эту упаковку, но. Да, вид вообще классный. Халатики тут у нас. Как мотоциклы, ну какие стоят. Да. Угу. Угу. Ой. Чего? Лифт просел. Устала? Устала? Я эти хочу. Я тоже. Вот, нагуглила вот такой кафе, ресторан, графин. Говорят, что вкусно здесь. Подача интересная. И всякие гренки с пюре, из шпрот, чего-то там. Не знаю. Сейчас попробуем. Но мы первым делом приехали, и нам надо хлеба. Потом уже зрелище. Изучаем меню. А, вот. Гренки в беконе с мусом и шпрот. Вот, мне советовали попробовать. Да? Да, надо, наверное, заказать. О, супчики. У тебя солянка. Соляночка. Это у нас гренки с... Как это называется? Да. Гренки с беконом. И вот здесь паштет из сковой шпрот. А вот это у меня цветная капуста. В... Слова забываю. Цветная капуста в кляре. И щечки. Да. Вот, короче, вот так. Ну, чё? Хорошая. Так, всё. Мы поели довольны и счастливы. И пошли в Кремль. Вот это вот заведение. Графин. Вкусненько. Хлеб только сомнительный был в гренках. А всё остальное очень вкусное. И обслуживание прекрасно. Понравилось. И щечки прям волшебные какие-то были. Хорошо. Это мы по спальному району гуляем. Здесь вот такие. Да. Ну, совсем спальный район. Мы просто заехали в это кафе по рекомендации. И здесь, ну, такое. Сейчас выйдем куда-нибудь на центральную улицу. Так что два места, которые мы сегодня вам порекомендую. К цирку. К цирку сходить. И? И в Кремле. Та же, да, и, ну, здесь очень много. Почтение. Ага. С почтовой. Да. Но здесь вечером очень красиво. Ага. Да, вот эту улицу я помню. Здесь дяденька сидел с весами долгое время. Был такой? У него были весы. Вот здесь он на углу сидел за Лениным. Ну, он всякие шутки-прибаутки. Ты у него взвешивался за 10 рублей. И он там всякие анекдоты, шутки рассказывал. Дорогами, к сожалению, гордиться не могу. Да, ничего страшного. Че, мы же из России тоже. Так, вы нас тут, да, где-то высаживаете или дальше? Карта меня, честно говоря, куда-то дальше уйдет. Да? Вот, на прогулку нужно начать отсюда. Ну, тогда давайте мы здесь уйдем. Так. Что мы знаем о Рязани? Мы знаем, что это родина ВДВ, Есенина из Сахарного Леденца. Вот, нам местный таксист посоветовал с Кремля начать обзорную экскурсию. И мама меня отвернула от переулка Счастья и повела в какую-то, говорит, усыпальницу. Да, симпатно. Телефон только у меня садится. Не знаю, что успею снять. Вот перс там, да, это? Угу. Ой, вон кофе. Вон в машине. Но я хочу в какую-то прям кофейню с красивым видом сесть, какую-нибудь пироженку съесть. Ага. Ой, какой свет красивый на закате. Смотрите, как классно, на каком месте построен Кремль. Прям ров настоящий. Красиво, да? Вот он, оборонительный вал 11-14 веков. В Переславле за леском тоже такой же вал есть сохранившийся. А, кстати, Рязань называли Переславль-Рязанский, по-моему, если я правильно учила историю по правильным учебникам. Я здесь была лет пять назад, и, по-моему, ничего не изменилось. Там вот внутрь можно зайти, там очень круто. И здесь еще раскопки всякие постоянно велись. Там сзади вечно то ложечки, то косточки находят. До сих пор. Только еще подходишь, уже пахнет ладаном. Да пойдем без этого. Сейчас каких-нибудь котиков тут встретим, наверное, в монастырях часто. Мужской монастырь оказался гостеприимный. Ух ты, луна. Класс, сейчас мы на ров поднимемся. Где? Вот здесь или здесь? Тут помягче, да? Ну, давай. Пенсионерка, разбирающаяся на гору. О, как на закате красиво. Да. Вообще, какой вид. Как красиво здесь. Ты знаешь, я все равно Москву больше всего люблю. Столько городов, ездишь, смотришь, все равно в Москве роднее всего. Давай дедушкам дойдем. Давай, иди. Есть монетки у тебя? У меня есть. Пенсионеры поддерживают пенсионеров. И бежать, и бежать. Вот, хотела сказать, что здесь мне очень нравится состояние животных. Посмотрите, какой конь. Прям ух. Мы были на Ахуне. Там бедные лошади, дохлые. А этот вот классный. Прям классный, красивый. Все, друзья, за всем прощаюсь. До ближайшей кафешки, где можно зарядить телефон. Потому что 3%. Мы пошли к цирку. Сейчас найдем какое-то кафе. Я надеюсь, там заряжусь. И тогда дальше буду снимать. Если нет, то увидимся утром. А, он свеженький совсем. Смотри, я тренда в городе, символ уникального таланта. Рязанцев, знаменитый на всю Россию, плотненький. О, вот, мам, все. Замуж выходи. Да. Пойдем. Спасибо, подсказали, а ты так бы... Я смотрела, кто такой, посмотрела. Да, вот нам таксист посоветовал сходить к цирку. Мы вышли к цирку и не поняли. Потому что сам цирк неинтересный. А потом поворачиваешься. А здесь такое место тусовочки молодежной. И красивая аллея. Вот, по ней можно пройтись. Очень приятное местечко. Такие вот слоны имеются в наличии, дрессированные. Ну, это к цирку, видимо, относятся. И вон там вот, вон там вот, медведики на велосипедике. Вот он, верный мишка. Сейчас уже зерно из-за того, что темно. Но, поверьте, вся пенсионерка утомилась. Перерыв. Это вот почтовая улица. Известная пешеходная улица Рязани. Тут бары, рестораны. Сейчас сядем куда-нибудь, подзарядимся. Попьем кофе, съедим что-нибудь сладенькое и зарядим телефон. Сегодня суббота вечер. Вон, тусовочки всякие собираются. О, смотри, какая верандочка. Вон, может, сюда пойдем. Что-то ищем, ищем, где попить кофе. А особо кофеен нет. Еды всякой полночи. И хана всякие. Шашлык. Вон, Ленин даже стоит. Все есть. А кофеенниче-то нету. Очень много банков. А, кстати, аптеку надо нам найти. Масло, чайного дерева. И валюдол, да. Ну и кофейню. Что-то мы сейчас до отеля, наверное, дойдем. И что-то нету пока ничего. Упорно не хочет садиться телефон. На последнем издыхании уже полчаса работает. Вот это Зубар. Познакомьтесь. Раз уж мы на родине Есенина, тут и так везде улицы Есенина, портреты Есенина, всякие блюда называются именем Есенина. И мы пришли в ресторан Есенин. Правда, сытые уже. Но сейчас хотя бы чай попьем с десертом с каким-то. Посмотрим. Пожалуйста, поэтическое меню с портретом. Есенин с Айседорой Бункан и заправленное стихами немножечко. Есть мы уже не можем, но хотим десерт. Заказали тортик миндальный. Чизкейк хотел, чизкейка нет. И травяной чаек. Слушайте, вот удивительное дело. Три с половиной месяца не пила, и было так прекрасно. И сейчас приехали в Рязань, и я решила попробовать и выпила 50 грамм модера. Капец. Я сижу прям тупая. Голова вообще, как будто колокол набили в голове. Не нравится мне состояние это. Бросаю окончательно, короче. Все, времени полдевятого. Но я уже сходила в душ. И сейчас буду ложиться, потому что я встала в 6 утра сегодня. Поспала 4 часа всего. Вот он вид на вечерний. На вечерний Ярославль, хотела сказать. Все, уже забыла, в каком я городе. Вид на вечернюю Рязань. Полдевятого вечера, но мы уже вернулись домой, попили чай вечерний, сходили в душ. Я сейчас лягу, буду так читать в интернете. Мама телевизор смотрит. Все, уже спать пора нам. Ой, уютный у нас номер. Мне прям нравится. Голые бабы тут. Все, мы спать. Спокойной ночи.